Я нахожусь в селении Орота, а слева от меня то самое озеро, на котором произошла история, нашумевшая на весь Дагестан. Во время прогулки по замерзшему водоему под лед провалилась восьмилетняя девочка, но благо рядом оказался ее отважный одноклассник, который, не задумываясь о собственной безопасности, бросился ей на помощь. Все произошло за считанные секунды. Восьмилетняя Хадижат и Абубакр не догадывались, что идут по тонкому льду. К зимним прогулкам по озеру дети здесь привыкли, но природа всегда таит неожиданную угрозу. Не рассчитав толщину льда, девочка упала в воду, но ее одноклассник Абубакр не растерялся и сразу бросился на помощь. Я шел из дома к бабушке. Я увидел вот тут, прямо тут ее вот тут. Я тогда к ней спросил, а она крепкий очень? Она сказала, да. Она там внутри была, да? Да, она внутри была. Я оттуда сюда пришел. Потом тогда вот тут вот она провалилась. Я сказал ей, туда не иди, там трещины есть. Она не послушала и пошла. Она потом наступила на этот лед. И тогда она, ну, провалилась в воду. Она успела обернуться. Она держала лед, но у нее рука скользила. И тогда я там был, вот тут был. Я не задумывался и быстро к ней побежал. Потом захватилась за руку и потянул. Абубакр провел одноклассницу и пошел домой. Зволнованный произошедшим подбежал к отцу и начал рассказывать невероятную историю, которая случилась с ним только что. Родители сперва даже не поверили. Подумали, что мальчик шутит или просто преувеличивает. Но когда мама спасенной девочки пришла поблагодарить, все стало ясно. Хотели выйти на розман. Он прибежал. Я что-то стал с ним играться, короче. Он говорит, подожди, подожди, говорит, надо что-то рассказать. Я говорю, что случилось? Прям видно, что серьезное случилось. Я сперва испугался. Я говорю, что случилось? Я говорю, там девочку спас. Я говорю, кого ты спас? Как ты на себя видел, короче? Нет, говорит, серьезно, я там девочку спас. Так значение не придал. Я говорю, молодец, надо помогать, кто в беде или еще что-то. И пошел на розман. Пришел, там что-то начали рассказывать. И вот вся эта шумиха задняя вокруг этой ситуации. История потихоньку распространилась среди жителей села. Сначала об этом узнали соседи, родственники. А затем, как это бывает, молву о маленьком герое было не остановить. Информация дошла до главы села. А он, в свою очередь, как это полагается, передал ее в администрацию райцентра. После проверки глава Хунзахского района выразил благодарность семье за воспитание такого сына. И наградил мальчика грамотой и денежной премией. Там приезжал глава администрации района, задионер Магомед. Оказал нам внимание, короче, отблагодарил мальчика. Сказал ему слова поддержки. Так, мальчик тоже радовался. И большое ему спасибо за такое внимание. В селе паренек всегда слыл молодцом, порядочным молодым горцем. Он всегда приходит на помощь к односельчанам. Учится практически только на одни пятерки. Занимается спортом, читает Коран и познает основы ислама. Похоже, что другого поступка в этой критической ситуации от него никто не ожидал. Как учишься? Я вижу, у тебя дневник здесь. Проверим его? Что-то обычно. Ничего себе! Это абсолютно неподготовленный заранее материал. Одни пятерки. Пятерка. Вот это я не взял на технологии. А, двойку не заметил. Ты такой молодец, что я даже двойки твои не замечаю. Очень такой озвучивый и спокойный парень. Учится тоже отлично. Очень развитый такой, игристый парень. Спорт тоже очень развитый. Занимается спортом, тоже ходит на тренировки по вольной борьбе. Такой очень активный ученик. Честно сказать, не только я, наверное, был удивлен. И все село тоже было удивлением, как второкласснику. Получилось у него вытащить с такого ледяного води, с такого положения, эту свою одноклассницу ходить. Это, конечно, сейчас оценить даже этот, не могу сказать, этот, в самом деле, очень большой подвиг. Старожилы рассказывают, что на озере чуть не повторилась история 40-летней давности, когда две девочки утонули в этом же самом месте. Простая неосмотрительность детей при прогулке по льду могла снова привести к трагедии. Я очень испугалась, когда узнала про этот случай. Никто ведь не видел, что дети там гуляют. Никто бы и не узнал, если бы они ушли под воду. Я, наверное, недели не спала из-за переживания, что что-то могло пойти не так. Не каждый взрослый бросится, чтобы спасти чужую жизнь и рискнет собой, чтобы вытянуть кого-то из ледяной воды. Дети и подростки почему-то решаются на такое нераздумывая. Сегодня юный спасатель стал объектом внимания СМИ. Им восхищаются в соцсетях, но сам он ничего героического в своем поступке не видит. Ничего не сделал, просто помог, говорит восьмилетний школьник. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Хунзахский район, ОРОТА.